Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева, и сейчас все самое интересное о культурных событиях на ближайшие дни. В Театре молодежи премьера спектакль «Клятва» посвящен трагической дате – 75-летию со дня гибели краснодонских молодогвардейцев. Легенда о подвиге в двух действиях по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» ставит задачу напомнить о тех страшных днях, когда обычные дети, простые мальчишки и девчонки, большинство из которых были еще школьниками, вступили в смертельный бой за свободу и независимость своей родины. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Конкурс «Краса Приморского края» пройдет во Владивостокском цирке. В борьбу вступят 10 девушек. В первом этапе профессиональное жюри выберет трех претенденток на звание «Краса Приморского края». А во втором этапе зрители сами сделают свой выбор. Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей. На выставку экзотических животных приглашает «Седанка Сити». Организаторы обещают показать хамелеонов, питонов, удавов, редких гадюк и других замечательных присмыкающихся со всех уголков земного шара. Животные будут находиться в террариумах, полностью повторяющих их естественную среду обитания. С 14.00 для посетителей выставки будут читать интересные лекции. Также состоится розыгрыш «Паука-птица Еда». Цена входного билета – 250 рублей. Фотографии бесплатно. Празднование 80-летия Приморского края развернется на Центральной площади Владивостока. В 11.00 откроется выставка достижений. Каждый из 34 городов и районов края представит свою экспозицию, характеризующую территорию. Здесь же расположится выставка улицы Приморского края. Также горожан ждут различные мастер-классы, выступления творческих коллективов, а закончится праздник фейерверком. Ход бесплатный. Фестиваль восточного танца «Шамадан» пройдет во Владивостоке. Программа фестиваля включает в себя мастер-классы звезд мирового бели-данса, соревнования среди начинающих танцовщиц, любителей и профессионалов, а также вечеринку с ужином и шоу-программой с выступлениями звезд. Место проведения – студия танца «Караван», а также Приморский Пушкинский театр. Стоимость билетов от 300 до 2500 рублей. Интерактивную программу «Охотники за микробами» представляет Тихоокеанский государственный медицинский университет. В течение двух часов дети и их родители будут знакомиться с чудесными организмами, обитающими в капле воды, узнавать о безопасных микробах, приручать весьма полезные экземпляры и проведут исследование удивительных колоний бактерий. Начало в 10.00 цена билетов от 1500 рублей. Прекрасную возможность очутиться в обществе галантных кавалеров и очаровательных дам, ощутить красоту минувшей эпохи, закружиться в вальсе, дарить традиционный ежегодный бал, приуроченный к фестивалю искусств «Болдинская осень». Гостей ждут классические музыкальные произведения Штрауса, Чайковского, Шопена, танцевальный интерактив, выступления лучших участников фестиваля и фуршет. Место проведения – Пушкинский театр, начало в 16.00, стоимость билетов 500 рублей. Соревнования и показательные выступления по трикингу пройдут в кинотеатре «Океан». Поводом для проведения спортивного мероприятия на столь необычной площадке стала премьера документального фильма от трикинги «I can be a hero», снятого командой из Красноярска. Владивостоку, как одному из крупнейших центров развития трикинга на Дальнем Востоке, в фильме уделено немало времени. Показы и соревнования стартуют в 17.00. Вход и участие бесплатны. Серию мастер-классов по мультипликации кораблей и людей проводят в музее города. Маленькие горожане смогут создать собственный мультфильм о видах кораблей и особенностях морской навигации, а также о том, кто, зачем и почему строят корабли, что означают морские офицерские звания и кто на корабле главный. Начало в 15.00, стоимость билетов 200 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова